Пришла в Чижик, и что вот хочу вам рассказать. Возвращаясь к шампанскому, к Новому году. Вот, посмотрите, 649, это мы с Наташей пили, пробовали. Здесь брют, просека, итальянское шампанское. 649 рублей. В этот раз я взяла, я ни разу не брала, честно вам скажу, шампанское за 250 рублей. Ну, потому что не верится, что там что-то настоящее. Думаю, вот ради эксперимента даже. Во-первых, этикетка неплохая, написано Таманская. Вот здесь написано Таманская брют, белое, кубань, вино. Белая этикетка, это полусладкая, Таманская. В общем, я взяла брют, к Люде поехала в гости, мы попробовали. Очень даже неплохой, я вам рекомендую к Новому году. Никакого неприятного привкуса, никакого неприятного у меня, по крайней мере, потом ощущения не было. 250 рублей, я считаю, это на Новый год находка в бюджетной категории. Смотрите, манго, дольки в сиропе. 89 рублей, я взяла попробовать. Друзья, приветствую вас с удовольствием у меня на канале. Всем огромный привет из города Волжской республики Мариэл. Я сходила в магазин, сходила в Чижик. Так, знаете, понемножку, понемножку надо к новогоднему столу подкупать что-то. Через неделю у нас с вами праздник, Новый год. Сегодня 24 число, это получается, что с сегодняшнего, на завтрашний день весь мир отмечает, кроме Российской Федерации, отмечает Рождество Христово. Для нас это Рождество по старому стилю получается, по новому стилю у нас Рождество 7 января. Но, конечно, я считаю, что логичнее было бы отмечать до Нового года Рождество, потому что идет пост. И в это время мы празднуем, мы объедаемся, мы нарушаем половину, наверное, канонов, половину запретов, которые отведены для рождественского поста. И потом уже у нас Рождество 7 числа. Правильнее было бы отмечать вместе со всем миром, я считаю, Рождество Христово по старому стилю. Возможно, мы когда-то и придем к этому. Друзья, вчера очень весело с Наташей провели время в магазине Мегахенд. И такое, знаете, приятное чувство, как будто где-то побывал в каком-то интересном, приятном, хорошем месте. Поднялось настроение, очень рада, что купила себе ботинки. Никак не могла предположить, что подберу вот такие, какие мне надо. Потому что последние, которые я вам показывала, купила в Азон, я их все-таки сдала. Дома я как следует примерила, они мне, знаете, упирались в голень. Там жесткий язычок, он упирался в голень, мне было больно ходить. Поэтому я их все-таки сдала. А эти мягкие, удобные, непромокаемые, вот как раз такие, как мне нужно. Я очень рада. Толстая подошва, подошва гнущаяся. Ну, в общем, я в восторге, ребят. Я очень-очень рада. И на вид абсолютно новые ботинки. Единственное, не было бирки. Вчера, кстати, мне попалось то ли три, то ли четыре вещи с бирками. Это еще надо учесть, что я не смотрела базовый гардероб. Смотрела в основном новогоднюю одежду, нарядные какие-то вещи. Ну, в общем, очень приятное, теплое чувство на душе. Обязательно с вами сходим, ребят, 30-го, на новый завоз. А сейчас скидки, скидки, скидки. Вот сегодня, завтра 60%, потом 70%, 80%. И так до 90% будут скидки. Вот 30-го новый завоз. Пойдем с вами на новый завоз. Посмотрим, что там и как. Друзья, вы знаете, что мне очень понравилась икра из пятерочки. Красная икра. Хотела купить к новогоднему столу. Но вот сейчас, сегодня не пошла, потому что голый лед у нас, припорошенный снегом. Честно говоря, идти страшновато. Думаю, ладно, схожу сейчас немножко вот этот снег со льдом подружиться. Будет менее скользкий путь. И тогда уже схожу обязательно. Хочу сходить до обеда. Ведь до обеда у нас 15% скидка для пенсионеров-инвалидов. Хочу попробовать купить со скидкой. Вот мой пакет. Беру пакет и иду домой, ребят. Как говорится, бери шинель и иди домой. Что-нибудь поснимаю обязательно. Сейчас я стала активно выпускать короткие видео. Что-нибудь буду готовить. И обязательно выпущу короткие видео. Пожалуйста, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень-очень рада. Всем доброе утро! Нас завалило снегом. И снег продолжает падать и падать и падать. Друзья, всем большой привет! У нас наступил следующий день. Я собираюсь на елку с Гордеем, с младшим племянником. Вас приглашаю вместе с собой. Посмотрим, как у нас в городе проходят елки. Вообще елки всегда проходили великолепно. Лерочка была маленькой. Ей было два с половиной года. Мы ходили во дворец культуры МЦБК Марийского целлюлозно-бумажного комбината. И я помню, что там надо было хлопать, что-то приседать, крутиться. А она просто, открыв рот и распахнув глаза, с таким удивлением на все вокруг взирала. Это было так здорово. Мы записали вот это все. Я записала на пленку. Но записывала на видеокамеру. К сожалению, вот сюда, в это видео присоединить не могу. Но на память у нас все это осталось. И это очень здорово. Пока собиралась, смотрела фильм «Морозка». И вспомнила, знаете, такой момент. Мы с Русланом работали вместе. Руслан – это детский анестезиолог-реаниматолог из Уфы, мой друг. Мы работали вместе в Кабардинке, в пансионате в детском Кирове. Несколько лет подряд попадались вместе. И я помню, что у меня был сарафан с какой-то сложной застежкой на шее. Руслан утром за мной заходил, стучит. Говорит, Ольга Владимировна, пошли завтракать. Я выхожу, говорю, Руслан, застеги меня там, пожалуйста. И он меня вот застегивал каждый раз, когда я этот сарафан надевала. И каждый раз приговаривал. Я морфушеньку сватаю, сватаю. А все смотрят на Наську проклятую. Ой, вы знаете, каждый раз поднимет мне эти настроения. Я хохочу и все. Бежим на завтрак и дальше дела делать. Все, ребят, приглашаю вас. Побежали. Вы посмотрите, какой великолепный у меня вид из окна. Сейчас подъедут Люда с Гордеем. И вместе поедем в молодежный центр. На елку. Мама дорогая, все завалило. Ни тропинки, ничегошеньки. Только снег, 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 сугробы. Летом у нас осадков не было. Все лето было засушливое. Вот теперь осадки отрываются на нас. Снег валит, как последний раз. У меня ощущение, что я даже сзади себе в ботинок снег закинула. Да, точно. А потому что снега выше, чем по щиколотку намело. Мы договорились у торгового центра с Людой встретиться. Сейчас они подъедут за мной. Народ собирается полно народа. Здесь афиша с мероприятиями на новогодние праздники. Если не успели посмотреть, ставьте на палочку. и смотрите. Идите вдвоем, переодевайтесь вниз, пускайтесь, ладно? Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все, меня привезли домой Гордей пошел к бабуле спать Дневной сон у него Вот посмотрите, как мой двор выглядит Метет просто не переставая, ребят Все в снегу по колено Вот для тех, кто по снегу соскучился, кто давно снега не видел Смотрите, какие сугробы намелые, это только за утро Тропинку утоптали, а так ни пройти, ни проехать Ну конечно, очень красиво, очень Красота неописуемая Снежинки прям на камеру падают Снежинки прямо на камеру падают Я как раз замечала, вот со всеми тремя детьми Как только перед Новым Годом сходим на елку Так сразу же поднимается настроение Ощущение, что сам попал в детство Ощущение тепла, уюта, праздника Радости, веселья Ну очень здорово Мне очень все понравилось Единственное, что было душно, жарко Говорят, что родители ругаются Что открывают форточки Ну конечно, не нужно устраивать перекрестный сквозняк Откройте с одной стороны хотя бы одно окно Но у них там, знаете, внизу в гардеробе было все открыто Но, как правило, холодный воздух ведь наверх не поднимается Поэтому все-таки в зале было жарко, душно Некоторые ребятишки были в кофтах, в свитерах Поэтому вот этот момент нужно им доработать Терморегулировку надо доработать А так все хорошо, все замечательно Вот этот пират, как играл на гармошке, чудо У меня мама прямо обалдела Рот открыла Очень уж ей понравилось Но мне тоже понравилось Он прям вживую все играл Да так громко и так четко, хорошо Замечательно просто Гордею тоже все понравилось В конце Дед Мороз дал конфетки Значит, танцевал, там руками хлопал, кружился Меня вот это очень удивило Все-таки Гордея у нас самый шустрый из троих Просто я сравниваю с тем, как мы с Лерочкой ходили в два с половиной года Гордею сейчас два года Лера просто стояла, смотрела завороженная На все это представление На то, как там все танцуют, двигаются, что делают А Гордей нет, прям принимал участие Мне вот это очень понравилось Сначала со мной он там был Потом пришли мама с Людой Мама уж туда не проходила Надо было раздеваться Люда спустилась, разделась И тоже, в общем, мы с ней потом поменялись Она была в зале Ну, потом и меня туда к ним пустили Я там с водой зашла Попоили его водичкой И снимала я их Ну, в общем, все здорово Впечатление и целый воз Я думаю, что и у Гордея Много впечатлений от этой елки Это первая в жизни его елка И я очень рада, что мы были с ним рядом Что мы были с ним вместе Друзья, для Волжан хочу сказать Почему мы пошли именно в молодежный центр Не только потому, что он здесь на дружбе рядом Вообще мне елки нравятся больше в ДК, МЦБК Но видите, в чем дело Здесь елка сначала шла 40 минут Мы были только на елке А потом началось представление для ребятишек в зале Но наш маленький двухлетний все равно бы не стал сидеть смотреть Поэтому мы ушли Нам хватило елки А в ДК, МЦБК наоборот Сначала представление, потом хоровод Вот я думаю, что можно было бы подгадать Пропустить там минут 45-час вот этого представления А на елку все-таки прийти Вот думаю, если все будет хорошо на следующий год То именно так и сделаем Все-таки там елки мне нравятся больше Там зрелищнее Там интереснее Там ставят в хоровод детей старших из танцевального кружка И эти ребятишки направляют маленьких Держат за ручки Сам формируют сам хоровод А здесь немножко так все было кучно Дети сами по себе в хороводе стояли Никто их не направлял И вот они то все сгрудятся к елке То куда-то в один угол в одну кучу Вот это ну тоже как-то не очень Хорошо бы было, если принимали участие Ребятишки из кружков, которые посещают вот кружки В этом молодежном центре Я думаю, было бы гораздо лучше Всем желаю от души, ребят Хорошего настроения, новогоднего И обязательно общайтесь со своими младшими родственниками Они вам и дадут вот это самое новогоднее настроение Потому что мы уже взрослые такие Калачи тертые Нас уже ничем не проймешь, не прошибешь А благодаря детям Сердце прям вот знаете Оттаивает Оттаивает Становится мягким, как пластилин Податливым Хочется быть рядом с ними Хочется смотреть, как они это все воспринимают впервые Впервые смотрят на елку На Деда Мороза На Снегурочку Хочется быть по жизни рядом Я вас обнимаю, друзья Желаю вам всего самого-самого доброго Будьте здоровы Будьте в хорошем настроении Ждите Новый год Ждите счастливые перемены Я надеюсь, что скоро мы с вами увидимся Пока-пока